Как справедливо меня поправил наш редактор, фразу «своим все остальным закон» сказал вовсе не Бенито Муссолини, а Альфредо Стресснер, президент-диктатор Парагвая, которого в 1988 году с должности диктатора свергли те самые «свои». Так вот, действительно, девизом правления Хабирова можно считать вот эту фразу Альфредо Стресснера «своим все остальным закон». На своей прямой линии в минувшую среду Хабиров, по сути, бросил прямой вызов силовикам. Вот недословно он заявил так, «Ни один член моей команды не арестован, либо силовики плохо работают, либо команда моя идеальная, сплошь кристально честные люди». Вот примерно такое Хабиров заявил в прямом эфире. Ну, Радов Феоретович, конечно, лукавил. Нельзя не отдать должное в, собственно, его способности греть братву на нарах. Так, Беляев и Кучербаев сидели в СИЗО и под домашним арестом больше года. Хабиров упорно платил им из бюджета республики зарплату, почти 12 миллионов рублей отдал наших с вами денег ради своих принципов, как он сказал. Или вот, например, арестованный гендиректор Башкиров Тадора, товарищ соратник Хабирова, господин Юланов. Сидит, томится Юланов в темнице, семья голодает, но Хабиров находит выход. Хозяйственное управление главы республики Башкортостан заключает контракт с Раисой Юлановой, супругой Сидельца, на миллион сто тысяч рублей в месяц. Получает Раиса подряд на стирку грязного белья в резиденциях главы региона. Ну, настоящий друг, ничего не скажешь, поддержал товарища, пока тот на нарах, как говорится, парится. Вот только один нюанс есть. Все вот эти вот широкие жесты и благодеяния ради Хабирова для так называемых своих происходят из нашего с вами кармана, а вовсе не из личного кармана главы. Если бы вот он со своей сберкнижки как бы Беляева-Кучербаева платил этот год зарплату, я бы только аплодировал. Ну, надо же, вот настоящий друг. Ну, получается, что где-нибудь в какой-нибудь далекой Кугорчинской школе учительница получает зарплату 1027, платит с нее НДФЛ в бюджет Республики Башкортостан, и ее копейки в том числе Хабиров отдает вот этим вот уголовникам Беляева и Кучербаеву. Вот так получается. Вообще, Хабиров и его команда, собственно, похоже, не видят разницы между своей шерстью и государственной только за один год. Ущерб бюджету, доказанный судами от действий команды Хабирова, составляет 350 миллионов рублей. Туда включается и ущерб, нанесенный Беляевым-Кучербаевым на 56 миллионов рублей. Знаете, сколько из этих 350 миллионов рублей ущерба было взыскано с злодеев, которые его нанесли? Только не падайте со стула. 50 тысяч рублей из 350 миллионов. У меня простой вопрос к Министерству финансов Республики Башкортостан. Так как ущерб в 56 миллионов, нанесенный бюджету Республики Беляевым-Кучербаевым, доказан двумя судами, будет ли Министерство финансов Республики Башкортостан подавать иск гражданину Беляеву и гражданину Кучербаеву о возмещении этого ущерба? А то получается, что мы получим Башспирт 2.0, когда ущерб был посчитан, назван, а вот взыскивать ни с кого ничего не стали. Ну, постеснялись, люди уж больно хорошие оказались.